Решила по всем ребятам пройтись в инстаграме, ну не по всем, естественно, по многим, кто ведёт прямые эфиры, у которых подписчиков там по 50 тысяч, по 100, и я офигела, я просто офигела, насколько у меня офигенный народ в инстаграм подписанный, насколько вы классные, потому что я начинаю вести прямой эфир, в течение пару минут у меня набирается там 100 человек. Потом, не знаю, к концу эфира там до 1000 просмотров в прямом эфире, а у людей по 100 тысяч подписчиков, по 50 тысяч подписчиков, у них 10 человек в прямых эфирах, я офигела, блин, насколько, блин, круто, я прям хотела доказать из того, насколько, блин, у меня всё изобильно, Это так круто, это так классно, что вы меня смотрите, вы меня поддерживаете, ставите лайки, блин, это так классно, у меня вот состояние такое, блин, суперское, и очень классно, что наконец-то эфир не лагает. У меня сегодня нет темы, блин, очень странно, если бы она у меня была, поэтому мы можем с вами просто поболтать, поотвечая на какие-то интересные вопросики ваши, может быть, что-то разобьём. Ну, пока вопросов нету, вспомню последний сейчас комментарий на YouTube-канале у меня. В общем, Нелли, я помню, как я рождалась, что ты говоришь, что типа родов не было, там тра-та-та-та-та-та-та. Вчера как раз пост на этот вопрос, на эту тему писала о том, что здесь и сейчас начало всей жизни. И наши воспоминания, как бы это странно ни звучало, придумываются только в эту секунду о всём нашем прошлом, о том, как мы рождались, как мы росли, что было минуту назад. Это всё через фильтры нашего сознания, мы как лампочка, мы светим. И через наше сознание, через наши извилины, через наши шаблоны, программы, всё, что в нас заложено, всё, что мы накопили через свой опыт, как проектор вовне, реализуется вовне, и также это реализуется в воспоминаниях, также это реализуется, мы можем вспомнить наши прошлые жизни, якобы, потому что в прошлой жизни мы проживаем в эту минуту, здесь сейчас все варианты событий и все, 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 все вообще воспоминания рождаются только сейчас. Я в пост, который 4 поста назад, получается, да, если открутить, про чувства, про то, как мы творим, про импульс, вот хотела дописать, но потом думаю, слишком длинный пост, да. Мы можем хакнуть себя, свой мозг, очень быстро познавая себя, меняя материальную действительность, меняя наши шаблоны мышления путём трансформации, осознавания о том, почему мы так в это поверили, почему мы это придумали, просто задавая свой вопрос самому себе, а почему я думаю, что это именно так, почему я разделил на плохо-хорошо, на чистый, на грязный, то есть все наши шаблоны, наши рамки в голове, нас, которые ограничивают от вот этого жизненного потока, постоянного роста, нового, вот, они нас ограничивают как вот рамки двух противоположностей, мы можем их схлопнуть путём трансформации в единое целое, в новое третье, либо вообще рассоздать такие понятия, это уже другой способ трансформации, да, а можем не схлопывать наши шаблоны мышления, можем не создавать новое третье, можем не рассоздавать эти слова, можно просто наблюдать за чувствами, то есть очень много способов, можно менять своё мышление, и, естественно, меняются фильтры, через которые наше сознание творит нашим наблюдением, меняется материальная действительность, а можно это всё просто принимать, ну да, и почему-то это хорошо, и почему-то это классно, я нифига не знаю, почему я решила, что мне надо постоянно проходить этот опыт и говорить «Здравствуй, грабли», а не понаблюдать ли мне что-то новенькое, не понаблюдать ли мне, как это будет по-другому, вы творцы, и вы своим наблюдением меняете всё, даже вот есть такая техника, практика с дыханием, как только вы остановились и решили понаблюдать за своим дыханием, специально никак не начиная дышать усиленно, глубоко или быстро, а просто наблюдать, вы видите, без ваших усилий, просто под вашим наблюдением дыхание начинает меняться, вы начинаете дышать по-другому, причём специально вы это не делаете, точно так же наблюдая за вашими чувствами, неважно, какие эти чувства, эти чувства начинают меняться, неважно, за какой программой вы наблюдаете, она тоже начинает меняться, то есть ваше наблюдение без усилий, с интересом, потому что это и есть тот импульс, интерес, который запускает ваш поток, который в потоке меняет всё, главное не сопротивляться этому процессу, потому что мы себя любим всегда тормозить, а может это не надо делать, стоим всегда перед каким-то выбором, если вы стоите перед выбором, самый лучший вариант понаблюдать, а интересно, может быть какое-то новое третье сложится, я не знаю как, я не знаю, что выбрать, поэтому я ничего не буду выбирать, я просто понаблюдаю, как можно ещё, потому что выбор это уже я знаю, что можно вот так, и я знаю, что можно вот так, если отключить вот это я ваша, мать, если отключить, я это знаю, вот выбор, да, я знаю, что нужно вот так, или выбор я знаю, что нужно вот так, отключили, я знаю, мне интересно понаблюдать, я ни хрена не знаю, как это может быть по-новому, вы увидите, что вам не придётся выбирать, в потоке это всё сложится самим собой, само собой, причём самым наилучшим образом, мы каждый миг здесь сейчас проживаем, самые лучшие наши варианты, какие только могли бы нам даны быть, нами самими, естественно, но с учётом вашего мышления, то есть, конечно, если бы ваше мышление было немного другим, и вы бы смотрели с позиции на всё там, с какого-то другого ракурса, с другой точки обзора, было бы другое наилучшее событие, но в данный момент, неважно, какое ваше мышление, как вы на это смотрите, это лучшее, что можно было в данном состоянии получить, не надо сопротивляться и постоянно что-то переделывать, как мы можем переделывать то, что уже было, нам не нравится что-то, да, и мы хотим это исправить, как это исправить, если оно уже прошло, даже с этой точки зрения, если смотреть, но это уже ушло, нет этого, и в то же время этого и не было никогда, потому что вы только что это себе сами придумали, и вот этот фокус внимания, который вы держите на этом, и проецирует во внешней действительности, подтверждает вам фактами всё, что вы там себе надумали. Перестаньте думать. Нет, думать это хорошо, мы не отрицаем ум, ум он классный, это офигенный переводчик, просто офигенный переводчик. Представьте, что вы творите вашими чувствами, все чувства при наблюдении, они уплотняют свою форму и материализовываются, то есть материализовываются, превращаются в материю все ваши чувства путём того, что вы наблюдаете за этими чувствами, неосознанно, естественно, наблюдаете. И всё, что вы вокруг видите, это уплотнённая форма ваших собственных чувств, все ваши события складываются из того, что вы чувствуете. Мы всегда говорим о том, что мы хотим себя познавать. Так вот, наше тело, оно офигенно нами придумано, это такой офигенный биоскафандр, который может чувствовать, это наш способ, через который мы можем чувствовать всё, что мы вокруг материализовали. То есть наше тело имеет очень много органов чувств, не только глаза, зрение, не только вкус, осязание, не только слух. Мы ещё можем чувствовать сердце, какое-то новое чувство, мы можем даже представить объект, которого нет, и почувствовать его. Мы можем чувствовать. Так вот, внешний мир нам отражает всё вот это, что мы там нас создавали, только для того, чтобы себя познавать. Мы щупаем внешний мир глазами, руками, запахами, ощущениями, сердцем. Мы это всё щупаем, чтобы увидеть, какими чувствами мы это создали. То есть вовне это всё вы в уплотнённой форме вашего собрания. Это уплотнённая форма ваших чувств. Понимаете? То есть всё внешнее — это вы. Вы есть те деньги, которых вы хотите всё время заработать. И вы есть все те люди, которых вы видите вокруг себя. Это клеточки вашего головного мозга, это ваша проекция, это неопознённые клеточки, неопознённые клеточки Бога. Вы есть Бог, вы есть Творец. Каждый человек, каждая травинка, каждая собачка, кошечка и даже кружка — это всё клеточки Бога. Понимаете? Ну, это если ещё с другой стороны посмотреть. То есть внешний мир вам дан, вы себе, как Боги его творите, для того, чтобы себя познавать, щупая вот это внешнее, и ощущать при этом чувства внутри тела. Когда вы чувствуете ручку, да, уже не раз говорила в прямых эфирах, когда вы её на запах пластмасской пахнете, когда вы её щупаете, вы не ручку щупаете, вы себя щупаете, потому что чувства внутри вашего тела, а не в руке. Если вы сейчас, блин, попробуете просто осознать, что пощупав эту ручку, вы ощущаете определённые ощущения внутри вашего тела, не внутри ручки, а внутри вас. Ручка — это вы, вы себя ощущаете, это тело вам помогает, этот био-супер-скафандр вам помогает себя познать через эту ручку. Вы на неё смотрите, щупаете, тоже ощущаете определённые чувства. Если бы это была ракушка, я бы её послушала, я могу её через слух воспринимать. Все запахи, цвета, музыка, она отсутствует вовне, она внутри вашей головы. Наш мозг офигенно просто проецирует, и вам кажется, что это внешне. Но на самом деле ещё Фрейд с Юнгом доказали, показали, в книжках описали о том, что не существует музыки вовне, она в голове. Это ваши нейронные связи поют, это ваши волны внутри. Это так классно, это так красиво. И представьте, что вы сейчас есть та ручка, потому что вы её чувствуете, вы её создали вот именно этими чувствами. Мы поддерживаем коллективным сознанием, всеми клеточками Бога, всеми людьми определённые мысли, формы о чём-то, чувствуя одно и то же, и этим самым мы поддерживаем вот такие вот вещи. Так, давайте я сейчас почитаю ваши комментарии. Вообще, что-то как-то слишком светлое. Мне хочется петь, мне хочется танцевать. Что я тут делаю? Вот я не знаю, что вы тут делаете. Ваша душа, наверное, вас сюда зачем-то привела. Удивляют люди, которые заходят в эфир и пишут, что я тут делаю. Ну сразу отключайтесь, боже мой. В чём проблемы-то? Нелли эссенция. Сейчас пишу, потом посмотрю. Окей-кей, твои люди с тобой, сохрани эфир. Да, попробуй, конечно же. Давай тему изобилия. А что, тема изобилия? Если вы только на миг представите, что всё, что вы хотите, оно исполнено, просто посмотрите с этой точки обзора, а почему оно исполнено? Потому что весь внешний мир — это проекция ваших собственных чувств. В вашем теле, в ваших мозгах и трио, дух ваш, он имеет все чувства, которые ещё изобретены и не изобретены, которых ещё не было, и которые ещё будут, и которые уже были. Все чувства вам подвластны. Вы можете воспроизводить любые чувства. И этими чувствами мы творим. И представьте только то, что ваш мозг, собирая чувства в букеты, материализует через ваши шаблончики, через ваше мышление, образы вовне. Вовне — это всё голограмма. Да, вы её можете трогать, вы её можете щупать всеми органами чувств, руками, прикоснуться плечом ко всему, к столу, к стенке. Вот. Но когда вы чувствуете, что стенка, вот она, я её чувствую, но я её чувствую уже внутри. Блин, моя рука чувствует стенку, а не в стенке. Я чувствую стенку — это я. Она полностью воплощение моих чувств, потому что я её чувствую. Я её чувствую, понимаете? А чувства-то внутри меня. И если вы представите, что все чувства есть в вас, вы изобильно, бескрайне изобильны. Только осознайте, что эти чувства у вас есть. Если вы хотите что-то того, что вы нифига не видите, но оно у вас есть, вот этот предмет, который вы хотите, или событие, или человека встретить, или ещё что-то. Это всего лишь образ для того, чтобы вы расшифровали, что в этом образе вам на самом деле нужно. Из каких букетов чувств этот образ создан? Потому что вы не материальный объект хотите, вы не человека хотите встретить, вы не ребёнка хотите родить, вы не сок хотите выпить, вы не денег хотите, вы хотите чувства. вам ждать материализации машины, чтобы почувствовать все букеты чувств, которые она вам даст. Вы их прямо сейчас можете почувствовать. Но как только... вы обратите внимание на все эти букеты чувств внутри себя и начали их проживать, эта материальная действительность уплотняется под вашим наблюдением, потому что вы Боги наблюдением творите, вы наблюдаете, уплотняете все формы чувств в материю. как только вы себе сейчас дадите, не дожидаясь того, что вот, блин, внешнее придёт, и тогда я смогу это почувствовать. Сейчас начните это чувствовать. Образы, которые скрыты за вашими желаниями, это просто подсказки вам, что вам сейчас не хватает в себе обнаружить. Вы изобильны настолько, давайте ему изобилие, ну сколько можно её вусолить. Ну вы просто изобильны, у вас есть всё, вы обладаете всем, вы Боги, вы творите. Вы всё время чувствуете недостаток каких-то желаний, вечно вам что-то нужно, этот недостаток чувствуете, это чувство материализовано. Недостатки вовне, везде, только потому что вы это чувствуете. Перестаньте чувствовать этот недостаток, начните, переключите фокус внимания на изобильность, на радость, на кайф, на любовь, на познание себя, блин, на интерес, на творчество, да столько всего в мире есть, да только от того, что у вас волосы длинные, уже можно радоваться, я короткий, пофиг, да только то, что вы уже можете есть, вы можете спать, вы можете сидеть, вы можете ходить, у вас есть руки, блин, у вас есть ноги, у вас есть глаза, у вас есть куча органов чувств, да вы такое тело себе создали, да офигенно просто, да вы за это хотя бы себе спасибо скажите, ну спасибо себе за это хотя бы, благодарность себе, признайте то, что вы сотворили это чудо себя и чудо других людей и собачек и кошечек, это прекрасное солнце, которое сейчас светит, но это же офигенно, но почему вы всё время смотрите в недостатки, но откуда у вас изобилию быть, если вы не хотите это в себе видеть, не хотите это в себе обнаружить, но обнаружьте это всё, есть у вас уже это всё внутри, но дайте себе эти чувства, но когда они есть, проекции вовне, сразу же вам это покажет, не внешний мир нам даёт, а мы внешнему миру даём, как даём, внешний мир это ваше проявленное, ваши чувства не проявленные, ваше тело проявленное, но то, что чем и как вы думаете, это не проявлено, вы везде и там и там, это дуальность такая у нас классная, мира вообще просто. Первично ваше сознание, мир вторичен, это проекция, это следствие, никак следствием нельзя повлиять на первичное, ну никак, только внутри себя это найдя, вы увидите это вовне, и все люди, которым вы завидуете, это ваши почтальоны, вы уже это всё создаёте, но вы не в себе сейчас, вы не наблюдаете за собой, не наблюдаете за своими чувствами, а если вас нету здесь и сейчас, если вы не наблюдаете за своими чувствами, посылку не может вам почтальона дать, вы это видите вовне, ваш фокус внимания где-то там, но не на себе, поэтому, естественно, у всех блага, у всех там любовь, кто-то там, я знаю, такой, сякой, этот красивый, а я вот нет, вот там вот любовь, вот там деньги, а у меня нет, это всё ваше, всё, что вы видите вовне, это всё ваше, но когда вы это осознаете, вы будете чувствовать это изобилие, и тогда вы это будете ещё и по-другому чувствовать, не только у других людей, но ещё ближе, но вы только здесь и сейчас можете это всё получить, когда вы находитесь в своих собственных чувствах, в наблюдении, это и есть любовь к себе, любовь — это внимание, и больше ничего, внимание к себе, мы не можем любить других, потому что нет других, мы можем любить только себя, и вовне отражения, как в зеркале, вам покажет такую же отдачу, такую же любовь, вы любите себя, и внешний мир любит вас, но не может вас любить другой человек, но не может, если вы до сих пор отделяете себя от него, но как только вы понимаете, то что он ваше отражение, ваша проекция, это, блин, слепок ваших чувств, которые вы почувствовали, но ни хрена вы у себя это не понаблюдали. Вы наделяете всех этих Микки Маус, все эти персонажи, всеми этими чувствами, которые в себе подавляете, не хотите видеть. Представьте, насколько вы изобильны, у вас есть чувства все, но вы давите в себе ещё кучу чувств. Я неплохая, я вот хорошая, я правильная, я гуманная, я там не убийца, я там то и то, вы в себе это всё давите. Но вы убийцы, а вы убиваете именно себя и свои клетки, и весь мир там тухнет и умирает только потому, что он показывает, как вы убиваете в себе эти чувства, которые вы не хотите наблюдать в себе. Вы хотите всё это погасить и быстренько заменить. Я хочу всё быстренько изменить. Вот я сейчас злость испытываю, блин, как бы радость испытывать. Да позвольте этой злости уже выйти из вас, потому что она копится в этих ваших органах, в этом биоскафандре, и просто начинает болеть. Ну просто чтобы показать, ваше чувство болит. Это не ваше тело болит, не печень ваша болит, в которой злость скопилась, не почки ваши. Ваши чувства болят, потому что тело, оно просто показывает вам. Блин, ну обрати внимание вот на это. И зрение у вас там ухудшается только потому, что вы не хотите на себя смотреть. Вы хотите это всё подавить. Вот они плохие, не, а я-то хорошие. Не, ну нету ни хорошего, ни плохого. Вы просто пытаетесь это всё разделить, чтобы всё самое вкусное себе забрать, а всё остальное, нах, не моё. Вот, откуда у вас будет изобилие, если вы не позволяете себе изобилию чувств всех? Так, чё-то я разошлась. Жду, когда захочется тебе рассказать про телепатию без ожидания. А у меня курс по телепатии. 7 марта начало. Изобилие тем, да, хочу много денег с тобой делиться, это моя мечта, хочу с тобой самый дорогой курс. Ха-ха-ха, космос, я уже рассказала. Вызов определённого чувства требует концентрации. Это нормально? Конечно, но требует вашего внимания. Это не то, что нормально. Это вообще, я даже словами передаю, конечно. Конечно, конечно. Нелли, тебе про придумывание воспоминаний из прошлого каждый день нужно говорить, чтобы люди не скатывались в жертву. Вот, я так думаю, что каждый, кто посмотрит эфир здесь, на ютюбе, ну, сделайте себе заметки по всей квартире. Знаете, даже я вот аффирмации всегда отрицала, ну, типа, я не обосрался, я не обосрался, не хочу на себя смотреть, ну, сижу на кучке говна. Ну, блин, аффирмации, то, что я себе повторяю, бестолку, вот, типа, что-то мне дадут. Я так это отрицала, а сейчас такая думаю, блин, ну, это же тоже классная техника, если её использовать, любую вообще технику, из позиции, я творец, блин, первично мои чувства, моё сознание, только потом проекция, тогда можно вообще хоть что брать, хоть что себе придумывать. запишите себе эти аффирмации, блин, чувствовать все чувства, не давить, не гасить, ничего, всё здесь и сейчас, возвращай себя в чувства, то есть напишите себе эти заметки, не знаю, в туалете, в ванне, на зеркалах, развесьте. Зачем это повторять и меня смотреть, когда вы сами, блин, можете себе это всё сделать? напоминалочки. Выглядишь супер, спасибо, спасибо. Слова и чувства — это сила, конечно. Сначала было слово, и слово было у Бога. Бог створил словами, а это значит, он почувствовал, захотел, у него был интерес. Есть интерес, есть интерес, мы Боги, да, у нас есть интерес. Мы что-то увидели, различили, осознали, наделили, назвали, и вот таким образом мы творим. Очень много видео есть, как мы творим своим вниманием, словами, чувствами на YouTube. А понаблюдать, люди, мне, как я буду ездить на механике? Очень хочу понаблюдать. Прям начни сейчас. Осознай, осознай, для чего ты хочешь ездить на механике? Какие-то чувства будут в тебе вызываться? Вот прям, ну, какие чувства? Что ты будешь чувствовать? Ну, вот как? Ну, начни себе эти чувства уже сейчас сдавать. Мы не просто наблюдаем, как это будет интересно. Здесь прям целая схема. У меня сегодня перед эфиром родилось желание такое мейнтмейп себе сделать. Где фокус внимания, какие чувства, где это, где то. Я, короче, сегодня буду рисовать, или завтра. Не знаю. Хотя зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Завтра нету, его не будет. Точно, сегодня сделаем. Где внимание, там и жизнь. Конечно. Так это сила мысли, масса информации по этой теме. Что здесь новое? Ничего, Еленочка, Смирновочка, уходите отсюда с прямого эфира. Боже мой. Информации много. Идите, смотрите всю эту информацию. У вас столько сейчас денег. Вы миллиардерша. В любви все счастливы. Коронавируса нету. Мир прекрасен. У вас столько информации. Вы столько всего знаете. Блядь, толку, толку. Толку. Елена, вы сейчас сами себе сказали, я знаю, и закрыли себя от расширения. Конечно, отнюдь. У меня вопрос, что нового здесь. Ничего нового. У нас всё уже есть. Никакой новой информации. Каждый просто её через сознание своё проносит и видит свой собственный мир. И этот мир самоподтверждающийся, правда, для каждой клеточки, для каждого человека. Нового здесь ничего нету. Но есть здесь новая интерпретация моя собственная, которой нет ни у кого. Я... 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 Не хочу дальше. Та-да-дам! Та-да-дам! Нелли, против камеры, пожалуйста, а то мутно видно тебя. Протри камеру. А, кстати, да, хорошая идея. Сейчас протру. Сейчас, секундочку. Люблю я... Знаете, что делать? Есть и заляпанными руками ещё что-нибудь в телефоник опушить. Сейчас, секундочку. Надо её... Надеюсь, так лучше. Нелли, я когда проспаюсь, только мне в окружающих объектах мерещится другое. Каждый раз что-то новое. Это каждый раз новая реальность? Конечно, это классно. Прическа другая. Да нет, та же прическа. Нет, нет. Талант, что это? Надо ли его искать? Талант! Что такое талант на самом деле? Талант — это всё, что вы подавляли и потом увидели по-новому, как можно и с недостаткой, который вам вечно не доставал, чтобы вы это достали наконец-то и использовали. Талант — это все ваши недостатки. Талант — это когда вы идёте и прокачиваете любой свой интерес, а во что он выльется. Талант во всём. В общем, в каждом слове есть талант, и если вы с интересом, его начнёте по-новому использовать. Вот. Чё искать талант? Мы просто изобильны этими талантами. Они в нас уже все есть. Просто бери и используй. Насколько времени нужно наблюдать бедность в себе? У меня сейчас мозг перекрыло просто. Вот это вопрос офигенный. Так. Жалко, нету очков. Сейчас, короче, очки. Одеваю. Превращаюсь в училку. Ну, давайте. 25 минут, 75 секунд. Наблюдая за этими чувствами, вы, как при трансформации шаблонов мышления, находя новое третье, или схлопывая их, находя целое, между дуальностью, вы видите прямо противоположное. Дело в том, что давайте сначала с шаблоном мышления с какой-то программой, сейчас скажу, а потом на чувства, потому что это то же самое. Вот вы разделили, разделили целое на две половинки, две противоположности. Это плохо, это хорошо, это чисто, это грязно, это серьезно, это несерьезно, это петрушка, это умник, это умный, это дурак. То есть вы одно целое, все противоположности, это часть целого, где-то есть. Это просто долгая тема, сейчас не нужна. И нам нужно найти целое, что одновременно является и дураком, и умным, что является одновременно и чистым, и грязным. То есть увидеть целое, новое, третье, хотя оно не новое, нифига не третье, оно просто целое. Возможно, это целый бриллиант, где очень много грани противоположных, которые друг другу противоположны, но это одно целое. Мы своим умом настолько узколобо смотрим, и этого у вас нет. То есть вы тогда не можете чувствовать себя хорошим, хоть и хотите, отрицаете в себе плохое качество, а чувствовать хорошего вы себя не можете, потому что вас вечно пеняют, швыряют, бьют, что-то с вами вечно делают, напоминая то, что, бля, ты что, убила-то в себе вот это целое чувство, разделив его, одно отрицаешь, одно отрицаешься с бедуинными людьми, такими, ну, прям хорошими, и вечно вот хотят ко всем подлизаться, вот каждому услужить, его ненавидят, потому что, ну, ненавидят, он вот это вот чувство разделил, на плохое, на хорошее, вот это отрицает, а вот это хочет. Но увидите то, что нет ни хорошего, ни плохого, но одновременно всё, что хорошее, но плохое, а всё, что плохое, но хорошее, потому что хорошее, это вот такая маленькая песчиночка, которая, блин, отсекает всё вокруг и говорит, записывайте видео, начните писать ручкой на бумажке, просто разговаривайте с собой, хотите мысленно, хотите вслух, без разницы, ну, если вслух, это, уйдите от кого-то, а то там люди скажут, это с ума сошёл, вот, но если вы не боитесь этого, как я, например, можете там при всех говорить, рассуждайте, почему я решил, что вот я вот такой, а куда я это делаю, куда я противоположность делаю, а почему я отрицаю, почему я отрицаю целое, почему я нейтральное вот это вот всё поделил и наделил вот это вот такое, вот это такое, но это всегда целое, любые противоположности, любые крайности, это целое, и пытаясь всегда соответствовать одному, выбирая одно и веря только вот в эту правду, вам материальный мир постоянно по башке будет бить, показывает, ни хрена ты не такое, ни хрена это такое, все проблемы только вот от этого, То, что вы делите, оцениваете. Делите, оцениваете. Так, дальше. Чувства. Точно так же, здесь вы рассуждали программу, слов которых вы наделили, ваш шаблон мышления, что вы так думаете. А взять, если чувства, то вы начинаете наблюдать за чувством. Ну да, вот я хорошая, вот чувства без анализа ума. Как тело реагирует? Как это чувствуется во мне? Какой это подъём? А потом понаблюдайте противоположное чувство. Сколько там я говорила? 25 минут 37 секунд. Наблюдайте, пока вы не увидите вот в этом противоположном чувстве, которое вы отрицали, целое. Под наблюдением вы увидите противоположность, что и то чувство, и то чувство, это одно чувство. Причём оно нейтрально. И вы уже такие, ни хрена себе. Не знаю, как понятно, объяснила, непонятно. Много раз это объясняло, на самом деле. Каждый раз по-разному, блин. Мне самой нравится. Нелли, ты молодец, волшебник. Ты уже материализовала Москву, сите квартиру себе. Нет, я ещё не материализовала и поняла то, что пока мне неинтересно. У меня там такие букеты чувств просто, которые я ещё не все прожила. Вот, и как бы она что-то уже и не нужна особо. Вот, когда она и не нужна, и снята важность с этого, она уже у меня есть. Вот, я ещё и пока не знаю. Мне просто интересно понаблюдать, как. А может быть, я буду вообще не там. Муж всё время мне говорит, давай виллу, давай дом. Нафига нам это Москва-Сити? Я такая, может быть, и вправду. Я себе, как творец, кричу, что ты вцепилась туда. Вот, мне сейчас интересно понаблюдать. На самом деле, у меня есть квартира в Краснодаре. Большая, два этажа. У меня там мама живёт временно. Там друзья приезжают. Вот, а у меня там нет. На Камчатке есть квартира. Новороссийские есть квартира. Там папины, правда. Ну, какая разница, могу бы приехать жить. Есть возможность на Самуи, потом в Испании. Ещё квартира в Москве. И вот, ну, как бы, я не нуждаюсь в жизни. Да, мне просто интересно понаблюдать. Как бы я просыпалась в Москва-Сити? Потом такая, думаю, нафига мне её покупать? Ну, как бы, можно просто снять, понаслаждаться. А потом думаю, а снимать, не снимать? Зачем я и так сейчас тут наслаждаюсь? Короче, у меня мыслей вот столько много. Поэтому я сейчас перестала париться. Такая, блин, просто наблюдаем. Так классно. Я тебя представляю сейчас волшебной палочкой в руках. Сейчас вот светит солнце, но я уже и луну сотворила. Конечно, она есть. Какой ты милаш. Спасибо. Как нас много в прямом эфире? Да, у нас 152 человека. Уже классно. Как у тебя глубина и высота обнимают тебя? Спасибо. Нелли, это уже недоступная информация? Какая? Какая недоступная информация? Нелли, ты так выразительно жестикулируешь, красиво все движение. Спасибо. Я недавно слушала эфир. Значит, мальчики рассказывали о том, как нужно себя преподносить. Ну, как бы я это все знаю. Вот, потом отбросила все. Я знаю. Вот, в общем, они говорят. Короче, важно, в какой-то одежде сидишь. Я такая думаю, так, это не про меня. Я обычно и в футболках берял их, сижу, короче, нормально. Важно, какой у тебя фон. Я такая думаю, блин, у меня бутылки, алкоголь, цветочки. Думаю, ладно, тоже не про меня. Пофиг, важно, что там вы передаете, какую эмоцию. И тут такая, блин, ну да. Вообще пофиг, о чем вы говорите. Мозг воспринимает информацию процентов 5, 7, 8, 12, 15. Все остальное – телепатия. Все остальное информация происходит путем вашей собственной щитки. Вы считываете, и те образы, которые рисуются у вас в голове, они у вас автоматом, мозгом расшифровываются, и вы воспринимаете эту информацию. Язык – это всего лишь упаковка моей информации. Ну, то есть слово – это язык. Он упаковывает информацию, и я словами передаю эту информацию. Да, это немножко про телепатию. Вот сейчас спрашивали как раз. Глаза могут упаковать информацию, и просто глазами можно тоже передать эту информацию. Это тоже язык. Жесты – это язык, который упаковывает информацию в жесты, и жестами можно передать эту информацию. А телепатия – это канал, это не язык, это просто канал. Это не способ передачи. Это под какому каналу она передается. Вот, и можно даже с вами помолчать, и вы многим, многие, кто готов, можете считать информацию, и те образы, которые будут рисоваться во время молчания, перевести их для себя, не напрягаясь, просто отдать мозгу те образы и картинки, которые вы хотите услышать, и вы это услышите. Дело в том, что что бы я сейчас ни говорила, какие бы слова ни говорила, вы воспринимаете ровно только то, что в данный момент у вас в голове, какие программы, какие шаблоны, какое у вас состояние. То есть я могу вам тысячу раз сказать пять слов каких-то одних и тех же, а вы их не услышите. Вы услышите вообще другие слова, потому что вы переведёте для себя информацию ровно таким образом, насколько ваше мышление в данную секунду осознаёт себя, насколько ваше мышление сейчас готово воспринимать то, что у вас есть в данный момент, то, что вы готовы принять. То есть что такое принять? Принять — это когда я ни хрена не знаю, мне всё интересно. Тогда вы, блин, всё можете воспринимать. Когда вот как у нас тут Елена вышла, показала мне мою умность, я прямо сейчас почувствовала, ну какая я умная, пипец просто, а что что? И она прям такая, блин, ну всё это есть, это уже неинтересно. Она не готова принять информацию. И что бы я сейчас ей не говорила, даже если информация для неё новая, для неё она будет старой. И она не сможет это принять, потому что она всё знает. Если вы вот это «я знаю» отключаете, то я могу просто повторять одни и те же слова, но вы очень много качнёте с меня информации. Вы считаете с меня информации больше, чем я там вела за год, например, в эфирах. И пыталась рассказать. Вы все способны на телепатию, вы и так считываете тонны информации бесконечно, просто этот поток льётся сквозь вас бесконечно, но вы не обращаете на это внимание, не расшифровываете. Вы эти образы, можно сказать, не наблюдаете, потому что у вас фокуса внимания там нет. Как ещё можно сказать? Короче, когда вы в интересе, вы можете посмотреть на ручку, просто в интересе. А что она мне хочет сейчас сказать? Вы охренеете от того, что вам придут столько образов в вашу голову, вы просто столько информации получите, но только просто с интересом, ну что она мне может сказать? У вас сейчас тын-тын-тын-тын-тын начинаются вот эти картинки в голове рисоваться, вот эти образы начинают складываться, и вы там, какой-то человек сейчас промелькнёт, какая-то девушка длинными волосами, какие-то слова пойдут, какие-то мысли начинают проскальзывать. Вы просто, находясь в наблюдении, сфокусировавшись на ручке, можете очень много услышать и осознать в себе. Конечно, ничего нового нету, вся эта информация уже в вас содержится. Мы щупаем себя и откапываем свою глубинную информацию через внешний мир. И вот эта ручка, в ней зашифрованы все ваши чувства, которыми вы её создали, вся информация, которая у вас есть, но вы её зашифровали здесь. Если вы с интересом понаблюдаете, ну я-то знаю, что это ручка, дебильная ручка, которая made in India, она синяя, пластмассовая. И что она мне ещё может сказать? Она писать умеет, она может мне много информации сказать, если я начну писать. Она мне может помочь запомнить. Она может то, всё. Короче, если я начну рассматривать её, она мне передаст просто тонну информации, что ни один учебник не сравнится с этой информацией. Но только если вы будете с интересом наблюдать, вот это откиньте, вот я знаю, ну чё я ещё не знаю. Да ничего вы не знаете на самом деле, оно внутри есть. Одновременно знаю и не знаю, да, это две дуальности. Вы всё знаете, ну есть у вас всё, вся информация всего мироздания. Здесь, сейчас, в этой точке, вы знаете все варианты событий, вы знаете будущее, вы знаете прошлое, вы проживали во всех телах, и в каждой травинке были каждой собакой, и были, и есть, вот. Вы это знаете. Но ваш ум не знает. Мозг, он не знает. Он переводчик, он ничего не знает. Но вы можете его использовать для перевода этой информации, если вам интересно будет узнать. Вот этой тётке Лени неинтересно. Поэтому она закрыта от информации, она всё знает. Поэтому, чего, чего делает человека равно Богом? что делает человека равно Творец. Мы Творцы и Боги только в одном месте. Знак равенства можем поставить только в одном случае, когда мы не знаем. Только тогда все варианты событий нам открыты. Даже самые невероятные, даже самые, которые невозможны. Варианты событий нам открыты для реализации. В тот момент, когда вы не знаете, вам интересно. Понимаете? Ой, многое про телепатию сказала. Ну, на моём курсе будет, конечно, вообще космос. Приходите. «Благодарю тебя, дорогая, что ты постоянно говоришь об этом. Каждый раз заходят всё глубже и люблю тебя». Да, потому что каждый раз я возбуждаю вас интерес. И всё. На самом деле, я не могу вам передать информацию. Она заложена в вас. Вы слышите себя, звуки в вашей голове, слова в вашей голове, язык в вашей голове, всё в вашей голове, картинки в вашей голове. Вы внутри просто возбуждаете к себе интерес. Исчитываете информацию и получаете вы её не от меня, а из себя, изнутри. Я просто возбуждаю интерес. И каждый раз, когда вам становится ещё интереснее, себя ещё глубже познать, это в вас внутри распаковывается. Материальный мир – следствие. Я – ваше следствие. Я – ваша проекция. Я просто… Отражение ваше. Вы меня материализовываете, все эти слова, то, что вы сейчас слышите, потому что вы их сначала у себя увидели, рассмотрели, или в процессе в данный момент рассматривания внешний мир вам тут же это транслирует. Мозг вам строит картинки, то есть наша материальная действительность прямо здесь сейчас вот так выстраивается, вот эта вот картинка, эти пиксели, это всё выстраивается прямо здесь и сейчас. Когда вы сейчас за собой наблюдаете, пытаетесь внять ту информацию, которая внутри вас, и как подтверждение мозг вам рисует образы, ну, потому что мозгу по-другому не хакнуться, ему непонятно просто взять и осознать себя творцом. Ему надо картинки, образы, подтверждения, факты, всё сопоставить, что вот, я придумал сейчас все прошлое, что я вот пришёл, прямой эфир включил, там уже познакомился с Нелли, до этого смотрел эфир, но это рождается прямо сейчас, в данный момент, не было минуту назад. Вы считываете информацию внутри себя, ту, на которую готовы. Я вот сейчас, если расспрошу, 157 человек, которые смотрят меня в эфире, кто что понял, и каждый расскажет своё. и настолько разное, что это вообще не повторится. А я вас всех послушаю, охренею, 160 уже человек. Я сейчас послушаю, охренею, сколько 160 разной информации я получу от вас, потому что в этот момент мне будет интересно вас послушать, потому что мне интересно распаковать ещё 160 неопознанных своих собственных клеточек. Блин, ну это же круто! Мы так классно все друг с другом взаимодействуем. Невозможно ненавидеть свои клетки, невозможно не любить свои собственные клетки, когда ты осознаёшь, что ты творец. Но нету места злости, нету места... Хотя я злая, капец. Вот, я сейчас такая злая, что мне интересно это наблюдать. Блин, класс. Ладно, давайте дальше. Точняк, всё брать из позиции я творец. Нелли, можешь ещё раз объяснить, почему говоришь, что мы не можем любить другого человека, ведь если внутри любовь... Я ведь люблю и другого. Любовь — это внимание на своих чувствах. А чем вы наделили слово «любовь» — это ваши проблемы. Когда вы любите другого человека, произнося это слово, на самом деле, вы просто подменили все ваши привязки к этому человеку словом «любовь». Но любовь может быть только наблюдать за своими чувствами. И других людей-то вообще нет. Вы просто берёте, создаёте вовне оболочку и наделяете своими всеми собственными чувствами, которых вам не хватает внутри рассмотреть, неважно, какого они характера. Убийцу я все не принимаю, я, значит, создам убийцу вовне. Или я себе красотку не принимаю, создам красоток вовне. Я наделяю всеми своими чувствами внешнюю иллюзию для того, чтобы понаблюдать себя внутри. То есть любовь — это когда вы, блин, смотрите на всё, щупаете и чувствуете внутри эти чувства, которые вызывают, когда вы внешний мир щупаете, трогаете глазами, руками, просто закрыв глаза, сознанием, сердцем, воспоминаниями, придумыванием, пофиг. Как только вы это щупаете, вы внутри испытываете какие-то чувства, вы за ними наблюдаете, вот это и есть любовь. А то, что вы вовне говорите, я люблю другого человека, на самом деле вы хотите привязку с ним иметь для того, чтобы восполнить недостаток любви к себе, чтобы он вас, типа, любил, либо чтобы он был рядом с вами и вызывал у вас эти чувства. То есть вы в себе их не можете сами по себе воспроизводить, потому что не хотите. Вы можете, но не хотите, не воспроизводите. Вы думаете, что вам нужен этот человек какой-то внешний, чтобы он вызывал в вас эти чувства. Вы хотите эти чувства чувствовать рядом с ним, которые вы чувствуете. Вы не его любите. Вы просто взяли, наделили внешний объект, человека, пофиг, своим чувством, чтобы щупать и внутри это проживать. И вы создаёте эту привязку вовне. Вы привязывайтесь к деньгам, к людям, к объектам, к еде, ко всему, для того, чтобы внутри испытывать эти чувства, которые вам вот это внешнее даёт. Вы из чувства «Дай мне!» Из чувства «Он мне должен, эта любовь!» «Он должен быть рядом со мной, чтобы я это испытывала!» Но вам никто ничего не должен. Вам и вы никому не должны. Вас не могут любить, потому что любовь – это внимание на своих собственных чувствах и ничего другого. Всё, что вы говорите, что любовь – это привязки, привязанность, любовь – это химия, это всё херня. Внешняя херня просто. Но когда вы любите себя и вы чувствуете себя, глядя на всё вокруг, то, что вы создаёте, чувствуете себя, смотрите на всё и наблюдаете за своими чувствами, что вот это вот всё в вас вызывает внутри, когда вы себя любите. Внешний мир, ну, естественно, потому что это продолжение вас, это ваше отражение, это ваше проекте, это ваша уплотнённая форма чувств. Она вам транслирует то же самое. Вы любите себя, вас мир любит, блин. Вы не человека любите, но осознаете, вы любите те чувства, которые он вас вызывает, но не человека, потому что, ну, нету, это иллюзия, это, блин, просто, просто голограмм. Вы себя любите. И как только вы это поймёте, блин, вообще охренеете, просто вы хакнете свой мозг, и вообще, я не знаю, вы такие чудеса начнёте наблюдать. Но пока вы находитесь в том, то, что вы кого-то там любите, а вас любят, да нифига. Не может вас нейтральный персонаж любить, которого вы нарисовали сами. Ну, не может. Он просто может вызывать в вас чувства определённые. Потому что вы его для этого и нарисовали, чтобы он вызывал. Но не надо к нему привязываться, потому что знайте, что здесь и сейчас вы можете вызывать любые чувства в себе. И вам для этого никто не нужен. Пускай вокруг вас будут люди, животные, планета, Вселенная, только ради того, чтобы вы видели в этом себя, чтобы вы видели свою проекцию, чтобы вы себя через это познавали. А не для того, чтобы из внешнего, как вампиры, тянуть. Он не должен, она должна. Вот я знаю, ты вот люби меня, но во мне это не хватает. Вы внутри вот этими чувствами недостатка, пытаясь тянуть извне, компенсировать этот недостаток внутри, такой херни наворотили уже в своей жизни. Ну, наворотили вы в этой жизни. Вот эти недостатки чувств внутри вы пытаетесь компенсировать внешне. Всё время пытаетесь привязаться к чему-то, чтобы у вас это вызывало. Ну, не привязывайтесь. Знаете, вы можете эти чувства вызывать без всего вот этого. Вот без всего. Вы можете это вызвать в себе, потому что оно у вас. Оно не за пределами вашего тела, но в вашем теле, каждое чувство в вашем теле. Когда же вы это поймёте? Микки Маусы, мои любимые. Я кайфую. Почему я дома эгоистка, на работе всю себя отдаю людям? Я визажист, и плохо потом мне. Полюбите свою работу, это ваше творчество вы сотворили. Такую охрененную работу, вы красоту делаете, боже, ну видите, посмотрите на свою работу. Со стороны, а посмотрите на ту работу со стороны, когда вы сейчас домой пришли, потому что вы пытаетесь чувство красоты вот только в работе получить. А представьте, что вы ещё можете вне работы миллиарды других чувств в себе открыть. Ну побудьте вот этот кусочек дома у себя, кусочек времени небольшого. Перестаньте привязываться к работе. Красоту можно видеть не только в одном, вот о чём я только что сейчас говорила, не привязывайтесь, вы можете всё это создавать во всём. Не только вот когда вы как визажист красоту наводите, но посмотрите, какая красота, блин. В каждой грязной кружке красота, и в этой ручке красота. И какая красота в зеркале стоит. Вы только идите, посмотрите. Блин, там такая красивая стоит перед зеркалом. Ну идите, посмотрите. Сегодня мыла посуду как себя. Вот я с таким же чувством мою посуду или мою полы. Когда я мою посуду, это моя самая сверхмедитация. Так, Нелли, а если наблюдать чувство, которое не нравится, оно уплотнится, тогда я буду за этим наблюдать вовне. Да, и это тоже. Но мы его наблюдаем до тех пор, пока не увидим целое. И когда мы увидим целое, что нет никакого чувства, которое не нравится. Ну как, чувства могут быть.